Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы рассматриваем такие отдельные виды обязательств, как договор хранения и договор страхования. Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание, что эти виды обязательств, в особенности договор страхования, достаточно сложны. Поэтому здесь в особенности, чем в особенности по сравнению с другими темами, целесообразно, помимо лекций, где будут даваться самые общие положения относительно этих видов обязательств, сопровождать лекционный материал самостоятельным изучением курса по рекомендуемой литературе. Итак, первый из видов договоров, которые мы с вами рассмотрим, это договор хранения. Договор хранения очень древний, весьма распространен в быту и в коммерческом обороте. Основная сложность изучения этого вопроса состоит в том, что он подвергся существенным изменениям по сравнению с ранее действовавшим законодательством, скорее не в части общих положений о договоре хранения, а с появлением в законодательстве новых видов хранения, которые раньше в гражданском кодексе отсутствовали. Это такие специальные виды хранения, как хранение на товарном складе, которого мы сегодня коснемся, хранение ценностей в банковском сейфе и секвестр. Итак, начнем с общих положений о договоре хранения. Понятие договора хранения формулируется в статье 886 Гражданского кодекса в пункте первом этой статьи. Вот она перед вами. Как видите, по договору хранения, хранитель обязуется хранить вещь, переданную ей поклаждателем, и возвратить эту вещь в сохранности. Из приведенного в статье 886 Гражданского договора хранения, видны некоторые элементы его характеристики. В частности, договор этот является реальным. Откуда следует реальность договора хранения? Реальность этого договора следует из слова «переданную». То есть, хранитель обязуется хранить вещь, переданную поклаждателем. Соответственно, пока вещь не передана, у хранителя не возникает обязанности хранения вещи. Таким образом, в общем случае, а почему в общем случае мы увидим дальше, но в общем случае в договоре хранения не существует обязанности поклаждателя принять вещь на хранение. Лишь с момента передачи вещи договор хранения считается заключенным, и только с этого момента возникает обязанность поклаждателя по выдаче этой вещи. Что касается сторон договора, то, как вы видите, они именуются хранителем и поклаждателем. Предлагаю обратить внимание на эту терминологию, потому что, как показывает практика, если понятие хранитель хорошо удерживается в памяти студентов, то термин поклаждатель, трудно сказать по каким причинам, часто ускользает из памяти. Поэтому это просто надо запомнить. Итак, как мы увидели, договор хранения по общему правилу является реальным. Что касается остальных характеристик этого договора, то здесь дело обстоит несколько неоднозначно. И в литературе высказываются взгляды по этому, различные взгляды по этому поводу. Ну, во-первых, относительно того является договор, как видите, в самой конструкции договора предусмотрена только одна обязанность. Обязанность одной стороны поклаждателя. Обязанность или обязанность, или две обязанности, их можно здесь разделить. То есть, он обязуется, во-первых, хранить вещь, во-вторых, возвратить ее. Кстати говоря, здесь же следует заметить, что предметом договора хранения, за исключением лишь одного случая хранения, так называемого, иррегулярного хранения, является индивидуально определенная вещь. То есть, другими словами, то есть, другими словами, хранитель обязан возвратить в сохранности именно ту вещь, которую он принял на хранение, а не другую же вещь того же рода и качества. Так вот, из конструкции этого договора, как она определена в пункте первом статьи 886 Гражданского кодекса, на первый взгляд, можно было бы сделать вывод, что договор хранения является односторонне обязывающим, потому что обязанности поклаждателя передать вещь на хранение здесь нет, а поскольку обязанность лежит лишь на хранителе, то, еще раз повторяю, по хранению возврата вещи, то вроде бы этот договор можно было бы считать односторонне обязывающим. Ну, в общем-то, следует сказать, что, как показывает анализ других норм Гражданского кодекса, в этом договоре просматривается и обязанность поклаждателя, в частности, поклаждатель, как можно сделать вывод из соответствующих норм Гражданского кодекса, обязан забрать по истечении срока хранения, или по требованию поклаждателя, или по требованию хранителя, если срок хранения не определен, обязан забрать сохраняемую вещь, поскольку само нахождение вещи на хранении создает определенное обременение, естественно, для хранителя. Вот, поэтому в этом договоре есть и обязанности поклаждателя, поэтому все же он является двусторонне обязывающим, хотя, конечно, основной из этих обязанностей является обязанность именно хранителя, а обязанность поклаждателя забрать вещь от хранителя не является встречной по отношению к обязанности хранителя, поскольку она не обуславливает исполнение хранителем своих обязанностей. Прежде чем затронуть вопрос о том, является этот договор возмездным или безвозмездным, обратимся к пункту второму статьи 886, который предусматривает хранение, осуществляемое профессиональным хранителем. То есть, как вы видите, профессиональный хранитель определяется как организация, независимо от того, коммерческая она или некоммерческая, но организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей профессиональной деятельности. Так вот, такой договор хранения, где стороной является профессиональный хранитель, может быть не только реальным, но и консенсуальным, потому что, как вы видите, в нем может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажидателя в предусмотренный договором срок. Соответственно, для заключения такого договора не требуется передачи сохраняемой вещи, и, следовательно, такой договор является консенсуальным. Что же касается возмездности договора, то, как вы имели возможность видеть, не применительно к договору хранения, осуществляемому профессиональным хранителем, не применительно к обычному договору хранения, не указывается в нормах гражданского кодекса, является ли хранение возмездным или безвозмездным. Но в то же время в других нормах гражданского кодекса говорится об уплате вознаграждения хранителю в случаях и размере предусмотренных договором. В частности, вознаграждение за хранение предусмотрено статьей 896 гражданского кодекса, но надо сказать, что вознаграждение за хранение предусмотрено не императивно, то есть из того, как сформулированы соответствующие нормы гражданского кодекса, явно не следует, что любой договор хранения является именно возмездным. Я имею в виду в данном случае нормы охранения. В принципе, почему этот вопрос важен? Поскольку может возникнуть ситуация, когда в договоре хранения, который будет заключен, не упоминается о плате за хранение. И тогда возникает вопрос, как квалифицировать этот договор, как возмездный или безвозмездный, и правильное решение этого вопроса окажется существенным в случае, если по окончании хранения хранитель потребует платы за хранение, считая этот договор возмездным, а поклаждатель будет отказываться уплатить плату за услуги хранителя, исходя из того, что договор этот был безвозмездным. Но должен сказать, что в некоторых случаях в самом законе указывается на безвозмездность договора. Так, например, хранение вещей в гардеробах организации предполагается безвозмездным, хранение вещей в гостиницах, например, также предполагается безвозмездным, или можно сказать, что оно входит в состав платы за гостиничные услуги, но специальное вознаграждение за оказание такого рода услуг не предусматривается. Так вот, как правильно должен решаться этот вопрос? Как я сказал, на сегодняшний день в юридической литературе он является дискуссионным, и вы можете увидеть разные позиции по этому вопросу. Ну, как мне представляется, поскольку нормы гражданского кодекса, посвященные договору хранения, в частности, уже упоминавшиеся мной статья, уже упоминавшиеся мной статья 896 гражданского кодекса, статья 897 гражданского кодекса, где упоминается о вознаграждении за хранение, но, как я уже упомянул, эти нормы не позволяют сделать вывод об обязательной возмездности хранения, в то же время конструкция договора хранения, которую мы с вами видели, не упоминает о вознаграждении вообще. Следовательно, здесь, на мой взгляд, следует руководствоваться положениями общей части ГК о возмездном и безвозмездном договоре. Если вы помните, когда мы изучали общую часть гражданского кодекса, посвященную возмездному и возмездному договору, мы видели, что любой договор гражданско-правовой предполагается возмездным, если иное не предусмотрено законом или договором. Поэтому нет оснований не применять эту презумпцию, прошу прощения, если иное не предусмотрено законом или договором, или не следует из характера, из существа обязательства. Поэтому не вижу оснований не следовать этой презумпции и в отношении договора хранения. И таким образом, если в договоре не указано, что договор является безвозмездным, и сам характер и существо обязательства не позволяют сделать вывод о его безвозмездности, ну а что значит, то договор такой, то договор хранения должен быть возмездным. Ну а что можно привести в качестве примера, когда из самого существа обязательства следует, что он безвозмездный. Ну, например, мы часто имеем возможность видеть, как, скажем, если люди стоят на вокзале с вещами, например, с вещами, и одному из пассажиров нужно куда-то отойти, он просит другого пассажира приглядеть в течение, предположим, нескольких минут за его вещами, то в данном случае из существа обязательства следует, что такая услуга, а ведь в данном случае даже при передаче вещи на короткое время во владение другому лицу здесь оказывается заключен договор хранения. Так вот, из существа отношений, из существа обязательства в данном случае, на мой взгляд, следует, что такой договор будет безвозмездным, и хранитель не вправе требовать от поклаждателя платы за хранение, скажем, чемодана, когда тот вернется через несколько минут и заберет его обратно. Здесь же хочу обратить внимание на то, что договор хранения следует отличать от договора об охране, потому что в сегодняшней практике весьма распространены договоры об охране. Договор об охране предполагает, что хранитель, вернее, не хранитель, а исполнитель услуг, потому что в договоре об охране, назовем лицо исполняющий услуги охранник, охранник не вступает в непосредственное владение вещью, он лишь исключает возможность несанкционированного доступа к вещам со стороны третьих лиц. Поэтому в большинстве случаев предметом договора охраны являются недвижимые вещи, когда задача заключается воспрепятствовать доступу третьих лиц и вступлению ими во владение охраняемой вещью. Кстати говоря, предметом договора охраны могут быть не только вещи, но и люди. А договор же охранения в подавляющем большинстве случаев заключается в отношении движимых вещей. Лишь предметом договора секвестра, о котором мы скажем несколько слов далее, может быть посвящен охранению недвижимой вещи. Почему важно разграничивать договор, является ли договор договором хранения или договором об охране? Дело в том, что нормы гражданского кодекса, посвященные договору хранения, не применяются к договору об охране. И, соответственно, если мы будем иметь дело не с договором хранения, а с договором об охране, то в этом случае к такому договору будут применяться не нормы гражданского кодекса о хранении, а всего лишь навсего общие положения гражданского кодекса о возмездном оказании услуг, которые мы рассматривали с вами на предыдущих лекциях. Соответственно, такие специальные положения, как ограничение объема ответственности хранителя, о котором мы скажем далее, особенности в основаниях ответственности хранителя, не будут распространяться на охранника по договору об охране. Как я уже упоминал, договор хранения может быть консенсуальным, если хранитель является профессиональным хранителем, но является ли такой договор обязывающим поклаждателя передать вещь на хранение? Как можно видеть из статьи 888 Гражданского кодекса, обязанность поклаждателя передать вещь на хранение не возникает. Как видите, здесь указывается, что хранитель в таком договоре, то есть профессиональный хранитель, не вправе требовать передачи ему вещи на хранение. В то же время, далее в этом же пункте устанавливается, что поклаждатель, не передавший вещь на хранение, несет ответственность за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением. Но эта ответственность возникает лишь в случае, если поклаждатель не откажется от услуг хранителя в разумный срок. Таким образом, почему я хочу обратить на это внимание? Потому что может возникнуть вопрос, что если речь идет об ответственности за непередачу вещей на хранение, то может быть все-таки обязанность хранителя, обязанность, извините, поклаждателя передать вещь на хранение присутствует, а просто хранитель не вправе требовать исполнения этой обязанности в натуре. Конечно, возможен такой взгляд. действительно мог бы быть возможен нам, как представляется такой взгляд, если бы данный пункт кончался на словах, если иной не предусмотрен законом или договором хранения. Но как мы видим заявление об отказе от услуг сделано в разумный срок, то ответственность поклаждателя не возникает вообще. Иными словами, если даже договор заключен, то он может быть расторгнут в одностороннем порядке. Иными словами, если предположить, что обязанность поклаждателя передать вещь на хранение в данном случае существует, то возможен односторонний отказ поклаждателя от исполнения своих обязанностей по договору хранения. И в этом случае, если, я еще раз повторяю, такой отказ сделан в разумный срок, ответственности за неисполнение обязанности передать вещь на хранение не возникает. Как я уже упоминал, предметом договора хранения является индивидуально определенная вещь. Но закон в виде статьи 890 Гражданского кодекса предусматривает, что в случаях прямо предусмотренных договором хранения вещи поклаждателей могут смешиваться. И как я вам уже говорил, такое хранение в науке гражданского права называется иррегулярным хранением. Закон же называет это хранение с обезличением. В результате такого хранения поклаждателю возвращается не та же вещь, которую он передал на хранение, а возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества. Вопрос о том, какие же отношения возникают при таком хранении, тоже вызывал полемику в юридической литературе. Иногда указывалось, что в данном случае имеет место не договор хранения, а специальная разновидность договора займа. Мотивировался такой подход тем, что поскольку здесь предусматривается обязанность хранителя вернуть вещи того же рода или качества, следовательно, здесь имеет место своеобразный договор займа, потому что именно по договору займа, как мы увидим с вами в последующих лекциях, заемщик обязан вернуть взаимодавцу не те же самые вещи, которые переданы в качестве займа, потому что в качестве займа передаются только вещи, определяемые родовыми признаками, а такое же количество вещей того же рода и качества. Именно такую формулировку мы видим в статье 899 ГК. Но квалификация такого договора хранения, как своеобразного договора займа, все же является неправильной. И почему она является неправильной? Дело в том, что по договору займа займодавец передает вещи в собственность заемщика. Вещи или деньги. В любом случае, вещи определяемые родовыми признаками. К числу таких вещей относятся и деньги. Если мы обратим внимание на текст статьи 890, то мы увидим, что закон, причем не непосредственно, а лишь опосредованно, то есть через договор, как видите, лишь в случаях прямо предусмотренных договором хранения, возможно такое хранение с обезличением. То есть, кстати говоря, такое указание о возможности хранения с обезличением лишь в случаях прямо предусмотренных договором, как видите, здесь законодатель усиливает эту конструкцию не просто в случаях предусмотренных договором, а в случаях прямо предусмотренных договором. То есть, это говорит о том, что возможность хранения с обезличением не просто должна вытекать из смысла договора, а соответствующее условие должно быть прямо, буквально зафиксировано в договоре в соответствующих выражениях. Так вот, подобное указание закона говорит о том, что если в договоре не указано, что принимаемые на хранение вещи принимаются на условиях хранения их с обезличением, то хранитель не имеет права смешивать эти вещи с вещами других хранителей, а обязан их хранить отдельно и возвратить именно эти вещи. То есть те вещи, которые он принял на хранение. Что же касается вопроса о договоре займа, о сходстве с договором займа, то тезис о сходстве договора хранения вещей с обезличением с договором займа, пожалуй, разбивается, если мы посмотрим на условия смешения вещей. То есть, как мы видим, вещи одного поклаждателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклаждателей. Но здесь не упоминается о хранителе. То есть, смешиваясь с вещами других поклаждателей, эти вещи любого из поклаждателей не должны быть смешиваемы с вещами самого хранителя. Следовательно, хотя вещи и передаются на хранение с обезличением, но в собственность хранителя они не поступают. Поэтому в данном случае просто возникают отношения общей долевой собственности поклаждателей, нескольких поклаждателей на сохраняемые вещи. То есть, на вещи, которые были смешаны. Для сходства с договором займа было бы необходимо, чтобы эти вещи оказались одновременно и в собственности хранителя. Но, как мы имели возможность видеть, этого не имеет места в конструкции договора хранения вещей с обезличением. Поэтому в данном случае нет оснований говорить о сходстве договора хранения с договором займа. Следующий вопрос касается формы договора хранения. Здесь следует заметить, что в большинстве случаев форма договора хранения подчиняется общим правилам статьи 161 Гражданского кодекса о договоре хранения. Единственная особенность состоит в том, что если субъектами договора хранения являются граждане, то необходимость письменной формы определяется стоимостью вещи. Если ее стоимость превышает 10-кратный размер минимальной оплаты труда, то необходима письменная форма, если же нет, достаточно устная форма договора хранения. Но это правило касается реального договора хранения. А что касается договора хранения консенсуального, то есть договора хранения с участием профессионального хранителя, а еще раз напомню, профессиональный хранитель это юридическое лицо, коммерческая или некоммерческая организация, то этот договор должен быть заключен в письменной форме всегда. Ну, собственно говоря, здесь должен заметить, что даже если бы не было такого указания, то, пожалуй, необходимость письменной формы следовала бы просто из Гражданского кодекса, потому что из нормы общей части Гражданского кодекса, той же самой статьи 161, поскольку в данном случае одной из сторон договора являлось бы юридическое лицо, и поскольку консенсуальный договор уж никак не предполагает возможности исполнить его в момент совершения, то, следовательно, существовал бы разрыв между этими моментами, и, пожалуй, письменная форма вытекала бы здесь, исходя из общих правил о форме сделки. По общему правилу, несоблюдение письменной формы не влечет недействительность договора хранения, то есть влечет лишь недопустимой ссылке на свидетельские показания. Но и в этом аспекте существует изъятие в зависимости от обстоятельств передачи вещи на хранение. Так, в частности, при передаче вещи на хранение в чрезвычайных обстоятельствах, скажем, пожаре или стихийном бедствии, передачи вещи на хранение, то есть сам факт заключения договора хранения, может быть доказываем с помощью свидетельских показаний. Для договора хранения статья 888 ГК устанавливает специальные правила, которые позволяют считать простую письменную форму договора соблюденной при удостоверении факта передачи вещи на хранение. То есть, как мы видим, письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено сохранной распиской, квитанцией, свидетельством или иным документом, подписанным хранителем. То есть, в данном случае речь не идет о письменной форме, в точном смысле, о письменной форме сделки. В данном случае такая сохранная расписка и квитанция приравнивается, то есть, позволяет считать письменную форму соблюденной. Такое указание необходимо именно потому, что фактически здесь договор в письменной форме не заключается, но закон искусственно приравнивает такие действия, как выдача сохранной расписки, такие документы, как выдача сохранной расписки, к достаточным элементам, позволяющим сделать вывод о соблюдении письменной формы договора. Подтвердением могут выступать номерной жетон или иной знак, удостоверяющий прием вещей на хранение. Здесь важно заметить, что перечень видов знаков, которые могут удостоверять прием вещей на хранение неопределенно исчерпывающим образом. Важно, чтобы соответствующая форма подтверждения приема вещей была предусмотрена законом или иным правовым актом, либо, что очень важно заметить, либо была обычной для данного вида хранения. Почему это указание представляется весьма важным? О том, что способ подтверждения приема вещей на хранение не обязательно был установлен законом или иным правовым актом, а достаточно, чтобы он просто был обычным для данного вида хранения. Дело в том, что, как я уже говорил, хранение вещей весьма распространено. Мы иногда, даже сами не задумываясь об этом, очень часто сталкиваемся с заключением договора хранения. И некоторые способы удостоверения принятия вещей на хранение не определены на уровне законов или иных правовых актов. Ну, например, все вы знаете, что, скажем, приходя в театр или приходя в иное общественное место, либо в поликлинику, например, или куда-то еще, издавая вещи в гардероб, вы получаете на руки жетон, жетон гардероба. Форма такого жетона не предусмотрена на уровне законов или иных нормативных актов, но она является обычной для хранения вещей в гардеробах. То есть просто сложившаяся традиция состоит в том, что при принятии вещей на хранение выдаются жетоны. Понятно, что жетон, такой номерной жетон, нельзя в точном смысле слова считать сохранной распиской и ликвитанцией. Почему? Потому что в таком номерном жетоне нет описания вещи. которые приняты на хранение. То есть в нем нет, собственно говоря, ведь номерной жетон подтверждает только то, что что-то было передано на хранение. И если, скажем, речь идет о хранении в гардеробе, то номерной жетон подтверждает лишь то, что на хранение была принята какая-то вещь. Поэтому сам по себе жетон не позволяет удостоверить, какая вещь была принята на хранение. А ведь это очень важно, поскольку по договору хранения должна быть возвращена хранителям та самая индивидуально определенная вещь, которую он принял от поклажедателя на хранение. Таким образом часто возникают споры о тождестве вещи, принимаемые на хранение. И в этом случае указание о том, что выдача жетона приравнивается к соблюдению письменной формы не создает проблем с привлечением свидетельских показаний. Но более того, даже если даже если письменная форма оказывается несоблюденной, это не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае в случае спора о тождестве вещи, принятые на хранение и вещи возвращенные хранителям. Что здесь имеется в виду? предположим, что по каким-то причинам номерной жетон при сдаче вещей в гардероб не был выдан. Это означает, что письменная форма хранения не была соблюдена. В этом случае путем свидетельских показаний нельзя доказывать сам факт заключения договора хранения. Но если принявшие вещи на хранение организация не отрицает, что вещь была принята на хранение и спор идет лишь о тождестве вещи, принимаемой на хранение и возвращаемой хранителям, то в этом случае допускается использование свидетельских показаний по этому вопросу. Срок таким образом единственным существенным условием договора хранения, как можно сделать вывод из анализа норм закона, является указание на предмет договора хранения. Потому что, как я уже упоминал, указание на плату, хотя договор предполагается возмездным, но очевидно, если договор является возмездным, то здесь опять же могут применяться нормы гражданского кодекса об определении цены хранения, как об определении цены хранения по аналогии, то есть путем получения информации об оплате аналогичных услуг при сравнимых обстоятельствах. Что касается срока хранения, то, например, как мы можем видеть из статьи 889 гражданского кодекса, обязанность хранителя сохранять вещь существует в течение обусловленного договором хранения срока, но срок хранения договором может быть и не предусмотрен и не быть даже определимым из договора. И в этом случае договор хранения следует считать заключенным на неопределенный срок, и хранитель окажется обязан хранить вещь до востребования ее поклаждателем. В этом случае, то есть если срок хранения определенным моментом востребования вещи поклаждателем, то хранитель по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения, как вы видите, вправе потребовать взять вещи обратно. При этом, поскольку взять вещи из хранения сопряжено с определенными усилиями и требует иногда и затрат, то для этого предоставляется разумный срок. Таким образом, в случае, когда срок хранения определен моментом востребования, это означает, что хранитель обязан хранить вещь в течение обычного при данных обстоятельствах срока, формулировка достаточно расплывчатая, в случае спора оценивается судом, что такое обычный при данных обстоятельствах срок, и к этому обычному сроку прибавляется разумный срок, этот разумный срок начинается с момента предъявления хранителем требования к поклажетателю о взятии вещи обратно. В любом случае, отсюда следует, что срок не является существенным условием договора хранения. Как мы уже говорили, основной обязанностью хранителя является обеспечение сохранности переданной на хранение вещи. Если в договоре отсутствуют какие-то специальные указания на те меры, которые должен принять хранитель для обеспечения сохранности вещи, или эти данные являются неполными, я имею в виду эти указания являются неполными, в этом случае хранитель должен принять для сохранения вещи такие меры, какие соответствуют условиям оборота и существу обязательств, включая свойства сохраняемой вещи. Но в любом случае хранитель должен предпринимать те меры для сохранения, которые предусмотрены законом и иными правовыми актами, например, противопожарные, противопожарные, санитарные и так далее. При безвозмездном хранении закон возлагает на хранителя обязанность заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих. ну это вполне естественно, поскольку нельзя требовать от лица, который оказывает услугу безвозмездно какого-то повышенного внимания к чужим вещам по сравнению с тем, какое внимание он проявляет по отношению к своим собственным. Поэтому безвозмездный хранитель отвечает за несохранность вещи лишь в случае, если он допустил грубую неосторожность. Вообще же хранитель отвечает за утрату и недостачу принятых на хранение вещей при наличии вины. То есть в этом случае действует общие правила статьи 401 о составе ответственности в которой входит и вина лица неисполнившего обязательства надлежащим образом. Но профессиональности хранитель несет будучи даже некоммерческой организацией тем не менее несет ответственность из-за случайного наступления вреда. Лишь если он докажет что утрата недостачи или повреждения сохраняемой вещи произошли вследствие непреодолимой силы в этом случае либо это произошло из-за свойств вещи о которых хранитель не знал или не должен был знать принимая ее на хранение либо в виде ум либо в следствии умысла или грубой неосторожности поклажидателю то есть если он докажет что утрата произошла вследствие какого-то из этих обстоятельств он будет освобожден от ответственности возможно просрочка со стороны поклажидателя то есть вот срок хранения истек либо если срок не определен то истек разумный срок в течение которого хранитель должен был забрать поклажидатель должен был забрать вещь но почему-либо не забирает ее он оказывается в этой ситуации в состоянии просрочки и после этого хранитель каким бы он ни был профессиональным или обычным отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или неосторожности при возмездном хранении что касается размера ответственности или объема ответственности хранителя то этот объем зависит от того было хранение было хранение возмездным или безвозмездным если оно было возмездным то убытки подлежат возмещению в полном объеме если же хранение было безвозмездным то убытки возмещаются лишь в размере реального ущерба то есть в размере стоимости утраченных или недоставивших вещей либо в размере суммы на которую понизилась стоимость вещей перейдем к отдельным видам хранения как я уже упоминал новым институтом гражданского кодекса является договор хранения на товарном складе договор хранения на товарном складе как мы видим является реальным как обычный договор хранения здесь речь идет об обязанности возвратить сохранности товар товары переданные товаровладельцам как видите здесь здесь можно употреблять прежние термины хранитель и поклаждатель она здесь имеется и специальные терминологии то есть хранитель здесь именуется товарным складом а товаровладелец поклаждателем товарным складом может быть только организация как вы видите причем только организация которая осуществляет хранение в качестве предпринимательской деятельности и что касается форма договора складского хранения то эта форма считается соблюденной при подтверждении договора при принятии вещи на хранение при подтверждении принятия вещь на хранение складскими документами но прежде чем перейти к складским документам заметим что что такое склад об склад общего пользования дело в том что товарный склад признается складом общего пользования в случае когда в случае когда из законы иных правовых актов или лицензии товарного склада вытекает товарный склад обязан принимать товары на хранение от любого товаровладельца но в этом случае в этом случае товарный склад признается товаром общего пользования а договор хранения товаров складом общего пользования является публичным договором. Какие формы складских свидетельств предусмотрены, складских документов, подтверждающих принятие товара? Это двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство и складская квитанция. Двойное складское свидетельство является ордерной ценной бумагой. Оно состоит из двух частей, складское свидетельство и залоговое свидетельство. Залоговое свидетельство иначе называется варант, Эти документы отделимы один от другого и могут быть пущены в оборот. Если товар принят на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, он может в течение его хранения быть предметом залога путем залога соответствующего свидетельства. Что касается складской квитанции, то в отличие от двойного складского свидетельства и простого складского свидетельства, она не является ценной бумагой, а является просто распиской о принятии товара на хранение. Итак, я хочу обратить ваше внимание на существенный момент, позволяющий избежать путаницы. Итак, виды складских документов двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство и складская квитанция. При этом двойное складское свидетельство, оно состоит из складского свидетельства и залогового свидетельства варанта. Вот это складское свидетельство, которое входит в состав двойного складского свидетельства, не следует путать с простым складским свидетельством, как самостоятельным документом. То есть, как видите, еще раз обращаю ваше внимание на то, что двойное складское свидетельство состоит из двух частей, и вот первая часть из них называется складским свидетельством. Оно как раз является документом, подтверждающим право распоряжаться товаром. Так вот, складское свидетельство, как элемент двойного складского свидетельства, следует отличать от простого складского свидетельства, как самостоятельной формы складского документа. В частности, складское свидетельство, как и залоговое свидетельство, является ордерной ценной бумагой, а вот простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя. Соответственно, но, как я уже упоминал, по какому бы складскому свидетельству не был принят товар, он может в течение его хранения быть предметом залога путем залога соответствующего свидетельства. Будучи ценными бумагами, складские свидетельства требуют соблюдения предусмотренных законом реквизитов и формок, которые не будучи соблюдены, влекут ничтожность таких документов, как складских свидетельств. Если двойное складское свидетельство включает в себя обе его части, то держатель обеих частей имеет право распоряжаться хранящимся на складе товаром в полном объеме. В то же время, если у держателя складского свидетельства отсутствует залоговое свидетельство, то есть складское свидетельство отделено от него, то это говорит о том, что он вправе распоряжаться товаром, то есть продавать его, но не может взять товар со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству. Залоговое свидетельство это способ, это специально предусмотренный законом способ обеспечения обязательств. И поэтому товарный склад выдает товар со склада держателю двойного складского свидетельства не иначе, как в обмен на оба свидетельства, которые входят в его состав. Как я уже говорил, простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя и вследствие этого и будучи ценной бумагой подчинено общим правилам, касающимся ценных бумаг, о необходимости соблюдения требования обязательных реквизитов в отношении этих ценных бумаг. Из отдельных видов хранения еще я хотел бы упомянуть о хранении ценностей в банке. То есть хранение ценностей в банке может осуществляться как путем передачи ценностей банку с выдачей с охранного документа. При хранении ценностей в банке предмет хранения является специальным. Это ценные бумаги, драгоценные металлы и иные драгоценные вещи и ценности, включая ценные документы. Принимая такие ценности на хранение, банк выдает сохранный документ, подтверждающий принятие этих ценностей. Еще два возможных варианта хранения ценностей в банке это хранение в индивидуальном банковском сейфе. Такое хранение возможно либо в виде хранения с использованием банковского сейфа, либо по договору хранения с предоставлением индивидуального банковского сейфа. Значит еще раз повторю, либо хранение может быть либо хранением с использованием поклаждателем банковского сейфа, либо с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа. В первом случае, когда клиенту предоставляется право лишь использования вместимости банковского сейфа, то клиент под контролем банка помещает ценности в сейф и потом также под контролем банка их оттуда вынимает, извлекает. Если же хранение производится с предоставлением охраняемого банком индивидуального банковского сейфа, то это означает по существу сдачу банком в аренду соответствующего сейфа и принятие на себя функции не хранения, а охраны. То есть в этом случае банк гарантирует лишь отсутствие доступа третьих лиц к этому сейфу, а в этом случае помещает деньги или иные ценности в сейф и извлекает их оттуда клиент уже вне контроля банка, то есть самостоятельно. Хранение вещей в ломбарде мы специально рассматривать не будем, замечали, что заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей поклаждателю именной сохранной квитанции. Кроме того, особенностью хранения вещей в ломбарде является то, что такой договор является публичным договором и вещи, которые хранятся в ломбарде могут принадлежать лишь гражданину, то есть стороной договора хранения в ломбарде является лишь гражданин. И, наконец, обращаю также внимание, что деятельность ломбарда более не подлежит специальному лицензированию. И, наконец, новый для российского гражданского права вид хранения – это хранение в порядке секвестра. То есть, что означает хранение в порядке секвестра? Это означает, что по договору хранения двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, могут передать эту вещь третьему лицу, которая принимает на себя обязанность по разрешению спора, причем по разрешению спора в судебном порядке, либо по соглашению всех спорящих лиц возвратить вещь тому лицу, которому она будет либо присуждена, либо тот, кто будет иметь право получить ее на основании решения суда. Существенной особенностью договора хранения в порядке секвестра является, во-первых, то, что по договору на хранение в порядке секвестра могут быть переданы так, как движимые, так и недвижимые вещи, и, во-вторых, договор хранения в порядке секвестра, по общему правилу, является возмездным. Как я уже говорил, условия хранения в порядке секвестра определяются договором, но помимо договорного секвестра может быть и судебным, то есть вещь может быть передана на хранение в порядке секвестра и по решению суда. В этом случае условия хранения определяются решением суда. Перейдем к страхованию. Основное, что я хотел бы пояснить в сегодняшней лекции, это понятие страхования и виды страхования. Но, приступая к этой теме, хотел бы заметить, во-первых, чем регулируются отношения, возникающие в связи со страхованием. Страхование применяется в гражданском праве для минимизации последствий имущественного риска, который неотъемлемо сопряжен с любыми элементами жизни и деятельности человека. То есть такие явления, как болезнь, пожар, иные неблагоприятные явления, неумышленное причинение вреда третьему лицу, скажем, дорожно-транспортное происшествие. Во всех подобных ситуациях затрагиваются имущественные интересы гражданина или юридического лица. И жизнедеятельность любого из нас сопряжена с существованием такого риска. То есть риска того, что наступит некое непредвиденное событие. Вот для того, чтобы минимизировать этот риск или полностью исключить его, применяется такой институт гражданского права, как страхование. То есть страхование позволяет обеспечить систему отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, которые формируются из уплаты многими страхователями соответствующих денежных взносов или, как это называется, страховых премий. То есть другими словами, ведь страховой случай наступает, конечно, не с каждым страхователем. В этом случае средства тех страхователей, с которыми страховой случай не произошел, направляется либо на то, чтобы был возмещен ущерб, который причинен страхователю, которому не повезло, и страховой случай, с которым произошел, либо могут быть обращены в доход страховщика, если страховой случай не произойдет ни с кем из страхователей. Помимо гражданского кодекса отношения в области страхования регулируются многочисленными нормативными актами, скажем, организация страхового дела регулируется законом Российской Федерации об организации страхового дела в Российской Федерации. Кроме того, существует много специальных законов, например, о медицинском страховании граждан в Российской Федерации, об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, работников других внутренних органов, например, милиции, налоговой полиции и так далее. Однако мы рассматриваем основы страховых отношений в тех пределах, в каких они определены, собственно, в гражданском кодексе, который является, естественно, основополагающим нормативным актом, регулирующим отношения в области страхования. Итак, какие понятия используются в страховом праве? Во-первых, основное понятие страхового права – это страховой риск. То есть страховой риск – это предполагаемые события, ну, например, ДТП, дорожно-транспортные происшествия, на случай наступления, которого производится страхование. Следующее понятие – страховой случай. Страховой случай – это то же самое событие, которое определяется в страховом риске, но уже совершившееся. То есть, иными словами, как страховой риск, так и страховой случай – это событие, но страховой риск – это предполагающееся событие, то есть событие до его наступления, а страховой случай – уже наступившее событие. Понятие страхового интереса. Денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или та сумма, которую он обязуется выплатить по договору личного страхования. Дело в том, что в договоре личного страхования страховое возмещение равняется страховой сумме, поэтому именно страховая сумма подлежит выплате по договору личного страхования. А в договоре имущественного страхования страховая сумма определяет собой тот верхний предел, в пределах которого может быть выплачено возмещение по договору имущественного страхования. А вот что касается страховой выплаты, это та сумма, которую страховщик обязуется выплатить по наступлению страхового случая. То есть если имеет место имущественное страхование, то страховая выплата называется страховым возмещением, а в договоре личного страхования, как я уже упоминал, страховая выплата равняется страховой сумме. Следующее понятие это страховая премия. Страховая премия это как раз плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. И наконец страховые тарифы это те тарифы, на основании которых страховщиками определяются страховые премии. Страхование в целом можно подразделить на имущественное и личное. Оба эти вида можно подразделить соответственно на обязательное и добровольное страхование. Различие в том, что добровольное страхование осуществляется по воле сторон и на основании договора, заключаемого по их усмотрению. А вот обязательное страхование, это страхование, которое осуществляется в силу закона, и в силу закона, который определяет обязанность сторон заключить договор на предусмотренных в законе условиях. Перейдем теперь непосредственно к договору имущественного страхования. Что такое договор имущественного страхования? Вот теперь мы можем видеть, что это договор, по которому одна сторона, эта сторона именуемая страховщиком, обязуется за уплату страховой премии и при наступлении страхового случая, то есть, как видите, предусмотренного в договоре события, возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, выгодоприобретатель, причиненный вследствие этого события, убытки в застрахованном имуществе, либо убытки в связи с имущественными интересами. Вот мы здесь видим все те термины, которые мы с вами обсуждали, потому что большинство, по крайней мере, этих терминов мы здесь видим, потому что мы встречаем здесь указания на сторон договора страхования, а сторонами договора страхования, как мы видим, являются страховщик и страхователь, здесь же замечу, что страховщиком может быть только юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, здесь мы видим указание на страховую премию, это платеж страхователя по договору страхования, о котором мы уже упоминали, видим здесь упоминание о страховом случае, то есть наступлении, предусмотренном в договоре события, и видим здесь указание на третье лицо, то есть не являющийся стороной договора, но в пользу которого заключен договор, то есть договор страхования может принять вид договора в пользу третьего лица, в том случае, если личность страхователя не совпадает с личностью выгодоприобретателя, видим указание на страховое возмещение, которое является страховой выплатой, заключенной в пределах страховой суммы, то есть той суммы, которая определена договором в качестве предела страхового возмещения. Мы видим, что договор имущественного страхования, с точки зрения его общей характеристики, он является возмездным, является он по общему правилу реальным, то есть за исключением предусмотренного в договоре случаев, за исключением предусмотренного в договоре случаев у страховщика нет обязанности, поскольку страхование является добровольным, то он не может быть обязан к уплате страховой премии, и является он, вот с точки зрения состава обязанностей, входящих в содержание договора страхования, конечно, основная обязанность по такому договору несет страховщик, то есть, которая обязуется произвести уплату соответствующей суммы по наступлению страхового случая. Но, тем не менее, определенные обязанности возлагаются и на страхователя, или на страхователя, в частности, это обязанность своевременно уведомить о наступлении страхового случая и ряд других обязанностей. Поэтому в структуре договора страхования выявляются и обязанности страхователя, поэтому в чистом виде односторонним назвать его, назвать договор, в чистом виде, поэтому назвать договор страхования в чистом виде, односторонним возможности не представляется. Какие же имущественные интересы могут быть застрахованы по договору имущественного страхования? Для ответа на этот вопрос обратимся к статье 929 Гражданского кодекса, который содержит неисчерпывающий перечень имущественных интересов. Как видите, по договору страхования в частности могут быть застрахованы определенные имущественные интересы. Первым видом имущественного интереса является так называемое страхование имущества, то есть риск утраты гибели или недостачи, либо повреждения определенного имущества. Второй вариант страхования – это риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда здоровью жизни и имуществу других лиц, или иначе это называется риском гражданской ответственности. Ну, например, это может быть риск ответственности за причинение вреда в результате совершения автомобилистам дорожно-транспортного происшествия. Третий вид имущественного интереса – это риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения контрагентами предпринимателя своих обязательств по договору или риск страхования предпринимательского риска. Хочу обратить ваше внимание еще раз, вернувшись к риску гражданской ответственности, что ответственность по общему правилу страхованию подлежит риск ответственности по внедоговорным обязательствам. Недоговорные обязательства мы будем рассматривать с вами в дальнейшем. Но, по крайней мере, здесь замечу, что это обязательства, возникающие вследствие неправомерного причинения вреда жизни и здоровью и имуществу других лиц. Соответствующие обязательства регулируются нормами статей 1064 и последующих гражданского кодекса. Но, как вы видите, возможен и риск страхования договорной гражданской ответственности. Здесь важно иметь в виду, что риск ответственности внедоговорной, возможно, страхование риска внедоговорной ответственности, возможно, всегда. А страхование риска договорной ответственности, возможно, лишь в случаях специально предусмотренных законом. Что касается риска внедоговорной ответственности, то здесь может быть застрахован риск ответственности как самого страхователя, так и другого лица, на который может быть возложена такая ответственность. Если же по общему правилу лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования, если же в силу каких-то обстоятельств это лицо в договоре не названо, то считается, что страхователь застраховал собственную ответственность. То есть считается застрахованным его собственный риск. Причем при страховании ответственности, такой договор страхования риска ответственности внедоговорный считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред, даже если именно они считаются выгодоприобретателями по этому договору. Даже если договор заключен в пользу страхования, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. Поэтому выгодоприобретателем по договору является потерпевшей. Но это не значит, что потерпевший вправе предъявлять непосредственно требования к страховщику о выплате возмещения во всех случаях. Прямое требование выгодоприобретателя к страховщику, выгодоприобретателя потерпевшего, я имею ввиду, возможно ли в тех случаях, когда страхование ответственности было обязательным, либо в случаях, если самим договором страхования было предусмотрено возможность прямого требования потерпевшего или выгодоприобретателя к страховщику. Как я уже упоминал, страхование риска договорной ответственности допускается лишь в случаях, предусмотренных законом, причем в этом случае может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. Что касается страхования предпринимательского риска, то по такому договору страхования может быть заинтересован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. Если же в договоре страхования страхуется предпринимательский риск лица, не являющегося страхователем, то такой договор признается ничтожным. Если в договоре страхования выгодоприобретателем указано лицо, не являющееся страхователем, то такой договор считается заключенным в пользу самого страхователя. Перейдем к договору личного страхования. Определение договора личного страхования дается в ст. 934 Гражданского кодекса, где оказывается, что по договору личного страхования страховщик обязуется выплатить единовременно или выплачивать периодически страховую сумму. Как видим, здесь о страховом возмещении речь не идет. Речь идет о страховой сумме. И здесь мы видим упоминание уже, мы видим, что эта страховая сумма может выплачиваться в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина. Такой гражданин именуется застрахованным лицом. Таким образом, нетрудно видеть, что страхователям, как страхователям, так и застрахованным лицом в договоре личного страхования может быть лишь гражданин. Поскольку причинение вреда жизни или здоровью возможно только в отношении гражданина. Что касается застрахованного лица, то мы видим прямое упоминание о том, что застрахованным лицом может быть только гражданин. В любом случае, право на получение страховой суммы принадлежит тому лицу, в пользу которого заключен договор. По общему правилу договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица. То есть, предполагается, что застрахованное лицо является выгодоприобретателем по договору личного страхования, если в самом договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. То есть, в этом случае совпадение застрахованного лица и выгодоприобретателя презумируется. Презумируется заранее. Что касается возможных случаев, когда договор личного страхования заключается в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том числе и не являющегося застрахованным лицом страхователя. Такой договор может быть заключен... Такой договор может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. Здесь это довольно интересное указание закона, и на нем я хотел бы остановиться несколько более подробно. Вот посмотрите, как это изложено в статье 934 Гражданского кодекса. Видите, договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том числе и когда страхователь является таким застрахованным лицом. Мы помним, что если застрахованное лицо специально не указано, то застрахованным лицом будет считаться сам страхователь. Так вот, мы видим указание, что такой договор может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. Почему введено такое условие? Для этого я хотел бы привести просто пример, как это может выглядеть на практике. Ну, например, Иванов заключает с Петровым договор о страховании жизни. Но жизни не... Прошу прощения, Иванов заключает договор страхования жизни Петрова. И заключает этот договор не в пользу Петрова или его наследников, а в пользу некоего третьего лица, скажем, Сидорова. Понятно, что в этом случае Иванов и Сидоров оказываются заинтересованы в наступлении страхового события. То есть смерти Петрова, потому что это позволит Сидорову, как выгодоприобретателю, получить в случае смерти Петрова возмещение. Поэтому, чтобы такое последствие оказалось действительно возможным, необходимо согласие Петрова на заключение такого договора. А если согласия не будет, такой договор, как мы видим, является оспоримой сделкой. Видите, он может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников. То есть здесь законодатель преследует цель исключить возможную недобросовестность со стороны лиц, могучих вступить между собой в сговор, целью извлечения выгоды из смерти или причинения телесных повреждений, скажем, другому лицу. Заключается договор страхования обычно в виде страховых полисов или свидетельств сертификатов квитанции, либо в виде единого документа, подписанного сторонами. На этом позвольте нашу сегодняшнюю лекцию закончить, предложить вам вопросы для самопроверки и рекомендуемую литературу. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...